Привет, друзья! Еду на тренировку, как всегда, отвечаю на очередной присланный вопрос. В первую очередь выбираю вопросы поинтереснее, те, которые будут интересны максимально большему количеству зрителей, ну и, конечно же, те, которые приходят впервые. Таких вопросов очень мало, поэтому даже предлагаю, может быть, конкурс организовать на вопросы, которых не было. 99,9% вопросов, присланных мне, уже неоднократно освещались мной. Ни два, ни три, ни пять раз в статьях и в видеороликах. Какой же сегодня вопрос? Вопрос звучит так. Парень пишет, что он заметил, что когда приседает, одна нога у него впереди, а другая немножечко сзади. И когда он это заметил, стал пытаться ставить стопы на одной линии, на одном уровне, ему стало некомфортно приседать. Естественно, интересуется, что делать, нужно ли ему ставить стопы на одной линии друг с другом. Вопрос действительно интересный, актуальный. И я постоянно наблюдаю это, и вы наверняка у себя тоже замечали. Я это вижу у учеников. Ничего, в принципе, страшного в этом нет. Любой медик скажет вам, что все мы имеем разную длину конечностей. Мы вообще, в принципе, не симметричны. Это не страшно. Но у кого-то более ярко выражено это. У кого-то одна рука намного длиннее другой. А у кого-то левая нога длиннее правой, либо наоборот правая длиннее левой. Вот основная причина, почему вы, приседая со штангой или делая тяги, неосознанно ставите одну ногу впереди другой. В основном, это самая первостепенная причина. Что делать? Ну, в первую очередь, я бы порекомендовал сходить к врачу и действительно сделать свои антропометрические характеристики. Замерить, насколько у вас одна нога длиннее другой. Сейчас, слава богу, 21 век, очень много существует различной ортопедической обуви, стелек. Когда вы сможете с помощью обуви специальной отрегулировать длину ваших конечностей, нижних конечностей. Либо приседайте так, как вам удобно. Продолжайте приседать. Ничего страшного в этом нет. Но, повторюсь, лучше, конечно же, обратиться к врачу, чтобы действительно убедиться, что у вас не сильно одна нога отличается от другой. Это было давно еще известно, когда человек заблуждался. Когда человек заблудится в лесу, он ходит кругами. И это не потому, что он не знает, куда идти. А именно потому, что одна нога короче другой. Естественно, если у вас левая, короче, вы будете наворачивать круги в левую сторону. Если правая, короче, то будете, соответственно, в правую. Ничего страшного в этом нет. Не стоит бросать тренировки. Единственное, что повторяю в очередной раз. И в приседаниях, и в становых тягах никогда нельзя доходить до отказа. Это два упражнения, в которых вы должны работать, останавливаясь за одно-два повторения до отказа. Не переживайте, будет хороший прогресс, будет хороший выброс гормонов. Ничего вы не потеряете от этого. Только приобретете. Во-первых, застрахуете себя от травм, крыш, протрузий. И такой способ тренинга гарантирует, что вы получаете оздоравливающий характер тренировки. Именно работа в отказ, когда вы уже пытаетесь, даже нарушая технику, выжать вес в тяге, либо в приседе. Это очень-очень опасно. Всегда помните об этом. Держите всегда это у себя в голове. Многие, кстати, не понимают еще, что такое работа в отказ. Работа до отказа, это как раз-таки работа, когда вы останавливаетесь за одно повторение до отказа. К примеру, в очередной раз объясняю. Если у вас по плану написано 8-12 повторений, то это значит, что вы должны поработать с таким весом, когда вы захотите сделать 13-е повторение, вас просто задавит. Но вы его не делаете. Это приходит, конечно, с опытом, но это не так сложно. Выжили последнее повторение. Даже если вы, к примеру, почувствовали, что у вас 10 повторений, а 11-е уже не получается, а у вас диапазон 8-12, то ничего страшного. Это очень хорошая тренировка получится. И ни в коем случае не доводите себя, особенно когда вы тренируетесь на силу, до того состояния, когда вы пытаетесь, к примеру, в жиме лежа выжить 7-е повторение, а вас задавливает, баранит, как говорят лифтеры. Вот это как раз-таки уже контрпродуктивно для вас. В плане всего, в плане роста массы, силы, в плане того, что вы перегружаете свою центральную систему, убивая ее просто напрочь и вгоняя себя в перетренированность. А перетренированность, друзья, это очень страшно. Выходить из нее очень-очень сложно. Это хуже, чем плата, хуже любого другого состояния. Это как самая сложная фаза гриппа, если хотите. Кто когда-то болел реально тяжелым гриппом, температура когда под 40. Вот перетренированность это то же самое. Причем вас будет тошнить от одной мысли о тренинге. Вы при этом будете плохо спать, тяжело засыпать, будете от любого сквознячка простывать. Вот почему нужно в первую очередь тренироваться грамотно, с оглядкой на свое здоровье, на свои восстановительные способности. А большинство людей-то поступают совершенно наоборот. Что они делают? Они тренируются и пытаются по возможности хорошо поспать, хорошо поесть. Так нельзя делать. Не раз говорю, о чем говорил великий Дориан Ятсов, что вы должны свой график тренинга подстраивать под свои возможности восстановления, питания, сна. Если вы, к примеру, тяжело работаете по сменам, то о каком вообще серьезном тренинге может идти речь? Вы должны тренироваться в режиме ЛФК просто для того, чтобы хорошо себя чувствовать, поддерживать. Когда вы наладите свою жизнь, что сможете достаточно спать, полноценно, качественно питаться, хорошей едой, вот тогда уже можно и нужно задумываться о том, чтобы строить свои тренировки ради какой-то цели, ради какого-то достижения. Будь то сила или масса. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok